здравствуйте с вами снова интернет-канал максимазы и мы продолжаем играть gta 5 winter edition то это самая версия gta 5 которую я сделал ну как а в смысле обновил дабы вставил мод который добавляет сюда снег и в общем короче то же самое прохождение gta 5 только в зимнем режиме идет снег на дворе зима и так далее короче еще никто так не делал короче мы продолжаем это 2 серия и я тут короче украл в смысле одолжил нет на самом деле украл вот такой фургон и я хочу поставить в гараж люблю вообще фургоны обожаю американские такие вот жаль что у нас в россии таких почти не найдешь только с аукционом там разда будешь какие-либо но ой блин так не продаются и не производится такие к сожалению такие вот американские ладно короче какое у нас там идет задание от кого от симона и таряна езжаем в автосалон симона у нас там есть еще одно задание от него задание еще есть вот после последней миссии которые мы в прошлой серии прошли симон должен был нам позвонить там звонок не изменений не самый дружелюбный был потому что отношение франклина и симона дают первую трещину после того как тот решает после того как франклина решает забрать под забрать мотоцикл себе которые нам надо было пригнать симон но почему-то этого звонка не было странно очень ну ладно не важно мы приезжаем опять в этот автосалон на фургоне я решил не ехать пока вы меня не уважаете потому что думаете что я араб что да ничего подобного о чем говорите о его наставник я так тобой горжусь что еще за наставник да неважно забудь лады что у тебя джеймс де санта какой-то мальчишка уже просрочил платежи у меня такое чувство что он причинит машины еще больше ущерба чем мы сможем выжить у него из-за область их процентов то что давай забери у него тут тачку дом находится в экспорте рядом с их стилком машина внедорожник парень какой-то папикин сынок из рокфорд хиллс только не горячись постарайся вернуть машину хорошем состоянии окей понял не парься рад тебя видеть мой матч да удачи все такое мистер кеннет на чем мы там остановились ах да на обсуждении ваших финансовых дел дуду к дому семьи десанты значит направляемся первой серии парнишка этот был и мы видели ту самую машину которую он хотел купить собственно говоря купил блин и просит ее конфисковать ну ладно это далеко кстати нет да не не сильно далеко доедем эй ты что передумал когда услышал что ты меня кинул ты мой работник месяца а ты забрал байк себе слушай мы с ламара собирались тебе его привести ну да конечно а ну забери у папенького сыночка вот у машины тогда и поговорим в бумагах указано что у них там закрытый гараж тебе придется проникнуть через дом через дом почему у тебя так все сложно я не намерен твои сопливы слушать варюга ты хренов а так все-таки звонок этот оказывается во время миссии удали я-то думал что после миссии предыдущих ладно я ошибся ничего страшного мы приехали шикарный особняк просто говорить нечего офигенный особняк вообще просто нету слов красивый очень да жаль что никто не носит зимнюю одежду только протагонисты и могут носить если купить ее в магазине я может конечно в доме есть одежда так давайте через дверь заходить не будем потому что до гараж запертый придется обходить так надеюсь мне никто не заметит все двери закрыты о там окно открыто давайте туда залезем у него огромная просто ах ты козел но все те конец папа он сказал что у меня огромная джимми обозвал он пытался пырнуть меня ножом никто не ударит джей в спину так наверно ползком лучше походить не плевать что тебе двенадцать эти носа за руку да мой брат такой козел спасибо трейнеру вы настоящая профи мистер десента настоящая профи хорошо что вы очень способны учениться теперь просто развить и бедра вот так так надеюсь гараж откроется здесь отлично откроется и ворота сейчас откроются какая офигенная тачка как он такую себе позволить мог тачка у меня симон я возвращаюсь надеюсь ты ее доведешь до так как надо я ее смогу еще продать до конца рабочего дня это холодная штука полуавтоматический пистолет калибра девятого не оборачивайся и езжай куда хотел эй чувак это просто издятие имущества из-за долгов парень не уплатил по счету вряд ли ведь эта машина у него только недавно появилась судя по твоей методике мне кажется что это мошенничество какое-то с кредитами мошенничество не гони это просто возврат имущества ценю парней умеющих выполнять приказы ненавешивания себя личную ответственность может быть мы когда-нибудь с тобой вместе выпьем и я тебе объясню как устроен мир кто же квитенцию дает автодилер по имени симон не итариан э а этот бизнесмен думаешь он делает все законно слушай мужик это дело касается только его и твоего сынка не волнуйся мы с мистерами итарианом договоримся ладно ты вечно будешь у меня пистолет под ухом держать ой-ой-ой приехали от отлично тормозила обочину нам сюда да вот приехали ясно заезжай внутрь прямо через это странное стекло или я тебе всажу две пули в башку и сямс и сам сяду за руль ты чё серьезно что ли а ты чё думаешь я шучу ну а чувак ну просто охрененно не забывай о пистолете да 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 я делаю то что ты сказал ооо блин франклин ты чё это делаешь блин а мистер симон это не то что кажется я вот я всегда вознаграждаю за хорошую работу вали отсюда давай ах ты факин модафака думал наколоть меня да наколоть моих родных а? учти у меня связи ах узнаешь эту тачку а? как она на вид 5 кусков в месяц стоит да? расист ты долбан блян я тебе вот че скажу чтобы она стоила 5 кусков в месяц надо сильно над кузовом поработать он согласился взять кредит у него подписи да а он соглашался что какой-то мудак мой дом в ломится не знаю может этот парнишка идиот но ты мудак и мошенник не заставляй меня возвращаться сюда так короче разблокирован второй протагонист майкл десанта так машину я заберу себе почему я в первом прохождении надумался это сделать машину я назад заберу надо сын ее вернуть короче теперь вы можете нажимаем alt и выбираем протагонист всего их три еще у нас есть протагонист тревер филлипс он еще пока недоступен будет доступен позже короче вот небольшая вот история мы за этого майкла играли в самом начале игры где был пролог где мы так банк грабили в первой серии помните и вот короче прошло 9 лет с того момента о аманда аманда это жена майкла майкл ты купил корт но не играешь я уже крепко ракетку держу и вовсю гоняю мечи тренер просто невероятный мужик целую да да конечно майкла тоже есть мобила давайте ее настроим какое-то говно 1 лучше оставлю тема тема пусть такая останется blue angels поставим что у нас там по сообщениям так у нас связи с магазином кому нация также еще доктор фридлендер прогрессируйте результаты дорогой майкл я так рад что мы вчера вновь встретились хочу подчеркнуть терапии необходимо продолжать и дальше это очень важно скоро мы добьемся больших успехов в вашем лечении у вас просто удивительный прогресс ведь психотерапии работать лучше всего именно тогда когда она кажется бессмысленной тратой денег жизнь сполна смысла у вас много проблем но вместе мы сделаем из вас полезного члена общества советую вам и дальше принимать лекарства читать мои книги и постараться найти причину ваших приступов ярости мы еще раз колем этот орешек амиго ведь мы в деле заодно майкл вы потрясающий человек но к сожалению медицина в нашей стране неблаготворительности поэтому я снова повышаю расценки все на 75 процентов весьма разумное решение если учесть как напряженным не приходится работать блин если случайно два раза нажал и не знаю чем майкл там ответил вы там можете на паузу щелкнуть может быть разглядеть бабки хочет этот доктор фридлайнерами это вообще не нравится вот майкл короче в этом прологе был одним из тех кто грабил банк вместе с ним был также третий протагонист тревер филлипс и еще брэд снайдер напарниках бреда убили а вот тревер сбежал от от полиции файби ну или фрб по русски переводится на русском языке это федеральное расследовательское бюро майкл те в 2004 году заключил сделку с продажным агентом дэйвом нортоном у нас есть его кстати контакт телефон чтобы подделать смерть майкла майкл был самым разыскиваемым преступником и да его очень щедро наградят если тот можно сказать убьет майкла ну поделать смерть дэйв станет весьма знаменитым агентом майк майкл попадает под программу защиты свидетелей и вместе с ним живет теперь вот таком вот роскошном доме со своей семьей и так далее да 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 разные занятия хватит уже подсказывать в общем-то говоря у нас всего пока одно оружие так мы можем зайти в дом я хочу одеть другую одежду а нет смысла в этом сейчас нет потому что следующая миссия будет как раз таки у него другая одежда будет ну и в итоге также должен был убить тревера филлипс и дэйв нортон у него не получилось то есть майкл по сути предал тревера и тревер и майкл потеряли связь и ошибочно считают друг друга покойниками дэйв может позвонить им да и в нортон оставить сообщение чё пока нельзя что позвонить просто после этой миссии по моему можно вроде бы можно было позвонить дэйв до его и поговорить с ним что нет разве что я читал вроде бы на следующий день да ты просто диктатор какой-то почему нельзя да ему нельзя оставаться на ночь но он бродяга что ты с одним таскаешься интересно он бомж бездомный да зима на дворе все в летней одежде да Субтитры сделал DimaTorzok Ты здесь, ну пофигу, садись Грабить-то ты меня не будешь, надеюсь? Да я никого не грабил, это была конфискация Ладно, называй как хочешь, мне пофигу Чем обязан-то? Да просто зашел узнать, может помочь че надо? Смотрю, ты неплохой гнездышко себе отстроил А, слушай, я отошел от дел Не рановато ли тебе превращаться в пердуна с трубкой в зубах? Знаешь, я много лет занимался тем же, что и ты Еле живым ушел Думаю, что пердуном становиться в самый раз Ты хороший парень Послушай меня Завязывай с этим деревом Тебя придется вкалывать, обманывать и кидать близких Калечить, грабить Убивать кого не попадай Может быть, если повезет Ты станешь очередным мелким гангстером Вот это все фиг Поступи в колледж Если будешь снимать потом с людей по последней штаны Это еще капитализмом называют То есть, что я недавно видел Это все равно, что труп типа надолго встал из могилы Чтобы дать всем пространство В тот раз мне Просто пришлось изобраться Вот, я уж не знал, что мне произойдет Значит, сегодняшний урок будет скромным Завтра будет монтаж с центром тренировок Что еще за монтаж? Да забей иногда меня Зарубает по старым боевичкам Да, полагаю, частенько Ну да, практически все время Поэтому ты решила сесть в Вейнвуде? Может быть, потому что я идиот Который вообразил, что импортные пальмы Затемняют понимание Что какого черта делает на этой земле? Ай, сранник, конечно А ты, весельчак, тебе не говорили? А, знаешь, что я думаю С меня, как минимум, полагается обещанное пиво Есть тут один бар неподалеку Он мне очень даже нравится Пошли Ладно, я с тобой Возьмем машину моей жены Привет, Джим Я еду выпить с... Папа, я на нашей яхте Еду по западному шоссе Ее украли Что? Яхту украли? Я пытался ее продать Я знаю, ты не хотел расставаться с ней Но мне понадобились деньги Они не хотят ее покупать Они просто забирают Я прячусь с рубки Ты что, спятил? Так я еду за яхтой Так, ладно Планы изменились Мой драгоценный сынок в беде Я тебе помогу Да Тот самый сынок-то и... Урок первый Не вздумай заводить детей Эй, чувак, послушай Если бы у меня были дети Не думаю, что с ней были бы такие проблемы, как у тебя С яхтами Засранцы будут за счастье в тазике поплавать Че, реально настолько плохо? Нет, я так образно выражаюсь И... Плинное проведение Это мне знакомо Ладно, а где яхта? Ее, походу, сейчас угоняют Она должна быть где-то на западном шоссе Волнуешься? За свою яхту Естественно В любой момент Можешь новый Да, бугал Бугалтерию Надо еще Разворожить Чтоб ты потом ее конфисковал Потом, да? Да брось Брат Я тебе никакой не брат Я тот, кто пытается произвести Незапечатления С какого-то фига Я так понял, ты отошел от дела Теперь с... Как пердун тут лежишь Я могу тебя чем-то научить Открыть, так сказать Дверь в мир родительских радостей Вопросы в воспитании И поэтому я себе должен помочь Вернуть яхту Да, в точку, дружище О, вон она, моя яхта Прям как вовремя Твои яхты явно попутный ветер поймал Ничего, мы их догоним Ну и каков план? Мы поем кей вплотную И ты на нее запрыгнешь Ладно, попробую У меня в бардачке пушка Если что Если кто-то на тебя нападет Я грохну Конечно, ты одной рукой будешь стрелять А другой рулить Надеюсь, я под колеса не попаду Ох Блин, она просто ворошит Все подверг О, блин Мои яхты, походу, конец уже пришел А, ладно, у самого выбросил Что-то у меня двигатель дымит уже немного Не трогать моего мальчика Так, теперь моего сына там ищи Пап, стоп Ты тот мужик из автосалона? Да, это долгая история Джимми Берегись Блин Ух ты Пять лет за уроки Яхтинга уплотил Блин Не получилось Ладно, сейчас попробуем Еще раз Так Не очень получилось Ну ладно, сейчас сделаем Ой-ой-ой Да ладно, копов мне вот не надо бы сейчас О, получилось И в кого ж ты урод-то такой, а? Что? Засранец Лучше молись, что с ней не случилось ничего Так Так и убиться-то недолго, блин Во, все здесь? Отлично, теперь можно вернуть мой въех О, дело плохо Мотор полетел Погону на этой тачке можно забыть Давай немного Мои яхта Да это всего лишь вещь, по крайней мере ты сына не решился Тут неподалеку есть автомастерская Давай заруливаем туда и починим тачку. Моя яхта. Да это просто гниж. Моя яхта. Да прекрати ты уже. Да, я круто облажался, не буду брать. Я реально обосрался, все такое. Папа, я чуть к отцу не отдал. У тебя кроме странной яхты ничего не волнует? Да не, не в этом дело. Мы только и делаем, что на друг на друга орем. И удивительно, что я работу найти не могу. Ты все виноват, блин. Ну, может не совсем. Но все равно, я хотел произвести на тебя впечатление. Правда, в мою яхту каким-то бандитом, я понимаю, это глупо, а ты прав. Вот ты целыми днями в облаках витаешь, то ругаешься, то еще что-то делаешь. Слушай, Джин, я тебя люблю. Ты редкий раздолбай, а моя яхта лучше скрылась за горизонтом. Это пока все, что я вижу. Франклин, сделаешь мне одолжение? Отвезешь моего с ним домой, когда они тачку початят? Я хочу немного побиться башкой об аспальт. Да, да, точно, оставь меня с этим. Чуваком. Хорош, уже, ясно? Хорош. Франклин, вызовешь мне такси? Ладно. А, алло, мне нужно такси быстрее. Лос-Астам с Кастом. Лос-Ате с Кастом своего аэропорта. Ладно, спасибо. Ты че, яхтами увлекаешься? Да не, бросил уже. Раньше-то увлекался, походу. Ну, не очень. Этот мелкий говнюк целыми днями сидит в своей комнате. А больше мне пойти-то нет кем. Мне так нравилось смотреть на нее. Да, приходил на пристань, садиться на пирса, наливался выпить, на нее смотрел и так далее. Да, блин. Мне в голове от этого прояснилось. Вот, мастерская. Я знаю чувака, он позаботится о машине. Вот, пара тысяч баксов, возьми. Ты уверен, что все на мази? Да, да, все в порядке. Ладно, я на перенесение. Слушай, чувак, я починю тачку и подгоню ее к твоему дому вместе с перцем. Все нормально. Ты давай, проветри голову. Ценю. Спасибо, заезжай ко мне, потом поговорим. Видишь, по рукам. Извини, чувак, что не вернули тачку. Да, яхту. Давай займемся этим делом. Сприветствует Лос-Антос Кассов. Здесь можно заезжать, чтобы починить или модифицировать транспортное средство. Перекрасите машину в мастерской, чтобы скрыться от полиции. Чинить машину Амады. Ну, просто подъезжаем, короче. Покорили ремонт. Первый раз это будет бесплатно. Походу. Кореш, маме все равно. Тачняк. Ладно, парень, я тебя отвезу домой. Тебя же Франклин зовут, да? Да, Франклин. Ну, или чувак из мутного автосалона или домушник. Знаешь, зови меня, как тебе больше нравится. Ну, я имел ввиду, что... А ты Джимми или Джеймс? Джимми, ну или... Ну или Джеймс, в принципе. Думаю, и Джимми сойдет. Так что у вас там за дела? С... С... У тебя, с моим стариком. Впервые увидел тебя в салоне, потом кто-то угоняет мою машину. И всему выходит, что отец там был и с вами базарил. Твой батя не только базарил. А что он еще бил? Если бы он тебе не рассказал... Раз он тебе не рассказал, я тоже не стану. Но я, правда, остался без работы теперь. Чувак, сосед... Ой, это... Ну, как, извините. Отец отошел от дела. Целыми днями только лежит у бассейна. И не обращает внимания на нас. Мне кажется, он нормальный мужик. Он себя спас. Да нет, ты спас меня. Да нет, чувак. Может, у нас получится кое-что вместе сделать. Думаю, он станет реже выходить из дома. Но посмотрим, посмотрим. Слушай, мне и правда жаль, что из-за моего отца ты потерял работу. Сейчас тяжелые времена. Ой-ой-ой. Мне тоже сейчас, как бы сказать, проблемы с этим было. Тебя уволили? Ну да, дерьмом не скажешь. Да не то, чтобы уволили меня и не брали-то никуда. Ты знай себе строчить резюме, и тебя никто не берет? Ну, я и не пытался устроиться, я никогда не работал. Непростое это дело. Да и не улетают в помойку. Ты, кстати, в Райт Оллс с Лауэрс не играешь? Нет, после первых двух дней нет. Ой-ой-ой, осторожно. Йоу, раз уж мы оба безработные, может замутим что-нибудь? Да, я подумаю об этом. Или, может, затусуем? Поиграем в дартс или в мажем там по маленькой? Ну или в стрипу сходим? Соглашайся, я умею зажгать. На. Номер твой у меня есть. Только не грузи свою папашу, ладно? Да-да, конечно. Ты мне как свободный брат. Ну то есть, я на это надеюсь, ведь мама раньше похаживала налево. Да, как скажешь, чувак. Мир тебе. Новый контакт, Майкл Хиджми. О! Йоу, Франклин Штейн, я добавил тебя в лайв инвейдер, принимай приглашение. Пиши, когда хочешь, брателло. Когда хочешь, и мы затусуем. Окей. А чё у нас там ещё по сообщению? А, это то, что мы сейчас видели. Так, это амунация, я понял. Как там у нас один? Давайте на Майкл переключимся, он сейчас где находится. Отлично, спасибо. Только он не домой вернулся, это на такси, я смотрю. Так, опять Фридлендер. И чё у нас там? Может в этот раз да и его получится позвонить. Попробуй. Майкл, Дэйв, чем обязан? Да, просто хочу поболтать. Ты себя хорошо ведёшь? Разумеется. А как дети? А, отлично. Аманда тоже. Она передаёт тебе привет. Как работа? Хорошо. И у меня, кстати, новый начальник. Стив Хейнс. Он ещё, кстати, ведёт телешум. Правда? Хороший малый? Ну, нормальный. Ну, было приятно поболтать. Я тоже. Стив Хейнс? Хм. Какое офигенное имя. Ладно, в общем. Минуточку. Ладно, на этом, пожалуй, мы закончим. С вас лайкос. Подписывайся с меня, эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал, на группу ВКонтакте тоже. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok